Известные азербайджанские художники, студенты и просто почитатели творчества Тогрула Нариманбекова собрались в Баку, чтобы почтить его память. Он ушел из жизни в июне 2013 года, но его произведения продолжают волновать и вдохновлять. Живя в Советском Союзе диалоги и быть преданным искусству самому себе, это очень сложно. Творчество Тогрула Нариманбекова – это большое явление в изобразительном искусстве Азербайджана. И я могу сказать одно, что очень-очень такая светлая память у меня о нем. Тогрул Нариманбеков родился в Баку в 1930 году. Вскоре отец художника, уроженец древнего азербайджанского города Шуша, представитель интеллигенции, был сослан советской властью в Сибирь. А мать, гражданка Франции, после начала Второй мировой войны была отправлена в Самарканд без права на возвращение. Так в 11 лет Тогрул и его старший брат Видади остались в Баку совсем одни. «Человек в своей жизни должен сталкиваться с трудностями», – говорил художник в одном из интервью. «Без этого нельзя, нужны контрасты. Не познав плохое, нельзя увидеть хорошее». Первая же картина Тогрула Нариманбекова, выставленная в Москве «Заря над Каспием», сделала художника знаменитым. В 25 лет Тогрул Нариманбеков стал членом Союза художников СССР, а в 37 был удостоен звания народного художника. Тогрул Нариманбеков всегда много работал, писал картины, создавал театральные декорации. За оформление балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова в 1980-м художник был награжден государственной премией СССР. Тогрул уникальнейший человек, потому что не о каждом человеке я могу сказать. И как человек, как художник. Понимаете, он еще был поэтом, он прекрасный, у него был голос. Вы, наверное, знаете, не только в Баку у него были совместные выставки, и он пел песни. И я знаю, что это было в Венеции тоже, когда у нас раз сказали, что я еду туда, и говорю, что у тебя выставка нет, у меня концерт в Венеции, а по вороте будет выставка. Как вспоминают друзья и коллеги по творческому цеху, он всегда пел, когда писал картины. Тогрул Нариманбеков даже выступал с сольным концертом под аккомпанемент Азербайджанского государственного симфонического оркестра. Он создавал свой, сказочный, ни на что не похожий мир. Каждая картина Тогрула Нариманбекова – самостоятельная история. О родном Азербайджане, о городе детства Баку, обширонских поселках и беспокойном Каспии. Сегодня работы народного художника Азербайджана известны во всем мире.